Как так получилось, что сегодня какие-то тиктокеры и блогеры младше 25, иногда и младше 20 лет, зарабатывают больше, чем все ваши коллеги вместе взятые? В чем секрет успеха и богатства в нашем современном обществе? И возможно ли начать зарабатывать в интернете после, скажем, 30 лет? Давайте попробуем разобраться. С вами, как всегда, я, Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Мы начинаем. Ну а перед этим подпишитесь на наш канал, потому что с нами становятся финансово грамотными уже больше миллиона человек. 390 миллионов рублей. Именно такую сумму в месяц по подсчетам Спортэкспресс зарабатывает известный трэш-стример и главное лицо онлайн-казино Мелстрой. Слышали про такого? Причем, по открытым данным, у молодого миллионера нет недвижимости, ну а большую часть денег он спускает на азартные игры, реклама которых, собственно говоря, и сделала его богатым. Ну, вообще персонаж такой довольно сомнительный. В конце мая Мелстрой заявил, что проиграл в казино буквально все свои сбережения, и теперь ему даже нечем заплатить за аренду жилья. Вот такая вот финансовая грамотность. Ну, если вы вдруг начали за него переживать, вы не спешите. Вряд ли человек, который за одну онлайн-трансляцию получает от полутора до двух миллионов рублей, окажется на улице. Тем более, что уже в начале июня в сети появилась информация, что стример ищет себе менеджера по развлечениям, которому он готов платить по 10 миллионов рублей в месяц. И в обязанности входит поиск вариантов отдыха и планирование досуга вот того самого Мелстроя. Как говорится, красиво жить не запретишь. Так что, если даже ты так безответственно спускаешь все деньги на аренду дорогих отелей и содержание личного автопарка, известность и медийность уже никуда не денутся и будут и дальше приносить дивиденды. И, видимо, это работает для большинства популярных людей. В качестве примера можно посмотреть на одного из самых известных тиктокеров прошлых лет, Даню Милохина. Еще в 2020-м он только в рамках тиктока за год заработал почти 3 миллиона рублей. Ну, звучит вроде бы не так много на фоне предыдущего примера, но тут погодите, есть что добавить. Во-первых, в любом случае это поразительный результат для 18 лет, причем результат даже не полный, потому что в эти расчеты не входят другие рекламные контракты и проектами за пределами тиктока, а их там достаточно много. Ну, а во-вторых, вот уже на следующий год Милохин занял 42-е место в рейтинге самых богатых знаменитостей Forbes с доходом в полтора миллиона долларов. На минуточку. Мне, кстати, очень понравилось, как Милохин катался на коньках. Правда, молодец. Но в 2022-м он покинул Россию, после был объявлен в розыск из-за уклонения от службы в армии, и в итоге Милохин потерял все рекламные предложения, сотрудничество с Первым каналом потерял и был вынужден жить за счет друзей. Но на улице тоже не оказался и теперь пытается развивать свою медийную карьеру за пределами России. Ну, вот, да, еще один пример. Да, вот так получается. Одни люди умудряются откладывать деньги и зарплаты в 30 тысяч рублей, ну, а другие не могут обеспечить себе пассивный доход, получая даже миллионы долларов. И это, на самом деле, вот такие очень яркие примеры про финансовую грамотность. Мы про это с вами неоднократно говорили. Но есть, на самом деле, и еще более экстремальные примеры. Некоторые блогеры умудряются задолжать налоговые суммы, которые большинство россиян не заработает даже за несколько поколений. И в последнее время это тоже такие кейсы, очень частые и очень громкие. Ну, вот, к примеру, ФНС Москвы подала иск против блогера Гусейна Гасанова за долги в 150 миллионов рублей. Гасанов давно известен своим пренебрежением к закону. В 2021 году он попал в антирейтинг блогеров, которые любят нарушать правила дорожного движения. Рядом с ним в списке оказались Эдвард Билл, Настя Ивлеева, Михаил Литвинов и Эрик Давидович. У каждого из них сотни нарушений ПДД, и это только за один год. Это только те, что были официально зафиксированы. Еще Гусейн Гасанов любит яркие, но бессмысленные жесты. Ну, вот, например, в начале лета он решил подарить своей девушке буквально грузовик цветов, ну, а точнее, 10 тысяч роз. Ну, шутки про четное число предлагаю оставить в стороне. И давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию с такой все-таки рациональной точки зрения. Если посчитать по минимальной планке в 100 рублей за одну розу, то получится миллион. Ну, сумма, которую во многих регионах нашей страны можно использовать в качестве первого вноса на квартиру. Ну, а в городах поменьше за такие деньги и вообще можно сразу купить жилье. И, кстати, даже подписчики Гасанова не выдержали и раскритиковали его, указав на то, что это просто перебор. Да, один букет выглядит романтично, ну, а тысяча цветов на асфальте — это уже какая-то банальная свалка. Ну, примерно такие комментарии он получил, и с этим, честно говоря, сложно не согласиться. У меня вообще к этим огромным веникам отношение очень скептическое. Я не очень понимаю, зачем. Но из-за этого мы какой вывод можем сделать? Что сегодня в интернете крутятся суммы, которые сложно даже осознать, не говоря уже про то, чтобы придумать, куда их с пользой потратить. И вот поэтому неудивительно, что большая часть молодёжи сейчас и мечтает именно о блогерской карьере. Если спросить детей, каждый второй скажет, что он хочет стать блогером. Провели исследование в школах, и большинство учеников старших классов кем хотят быть? Блогерами. Блогерами. Виктор Анатольевич, блогерами хотят быть, не учёными. Но я думаю, что это на самом деле не значит, что молодёжь ленивая и не имеет никаких моральных ориентиров. По поводу лени я могу сказать, что работа блогера на самом деле только кажется простой. Сел, что-то наговорил на камеру, продал рекламу и выложил контент, и заработал огромные деньги. Но на самом деле, конечно, это тоже работа. Нужно прописывать сценарии, общаться с рекламодателями, работать над речью, чтобы сотни дублей не переписывать. Ну а потом ещё монтаж, обложки и куча всяких других мелочей. Так что лёгкой прогулки точно ждать не стоит. Ну а что касается моральной стороны вопроса, да, многие из тех, кто сегодня зарабатывает в онлайне, делает это при помощи обмана, нарушения законов или просто занимаясь каким-то банальным кривлянием. Как бы есть такой определённый сегмент. Но, с другой стороны, я искренне верю, что интересный и качественный блог можно вести, используя для других людей. И таких примеров на самом деле полно. Да, там есть блогеры, которые рассказывают о работе тракториста, кулинарные блоги, инженерные, научные и так далее. И у меня, на самом деле, есть очень много знакомых из сферы блогинга, специалистов из самых разных сфер, которые при помощи интернета свой доход кратно увеличили. Вот тут у меня, знаете, есть такое интересное наблюдение, может быть, кому-то поможет, что вот уже как бы много лет говорят, что там идти в блогинг уже смысла нет, потому что эта ниша перегрета, там, тра-та-та. Но на самом деле люди, которые даже год назад или полгода назад решили развивать свой вот этот вот медийный бренд и делают это систематически, они добиваются результатов. Причём я говорю не просто про каких-то там глупых блогеров, я говорю скорее про людей, у которых есть какая-то экспертиза, которые могут этой экспертизой делиться. И, условно говоря, без интернета, у них клиентская база была бы там 5 человек, при помощи интернета они её могут расширить там до 50 или до 100 человек. И для этого совершенно не обязательно быть, на самом деле, каким-то гигантским блогером, чтобы там в интернете зарабатывать. На самом деле достаточно иметь там тысячу подписчиков, с этой тысячей уже можно работать, если это твоя целевая аудитория, которой могут быть интересны твои услуги. И вот ещё раз повторюсь, что у меня действительно много примеров людей, которые таким образом свой доход повысили, причём они работают абсолютно честно, они платят налоги, они там людей не обманывают, они рассказывают про хорошие и полезные вещи, но просто они таким образом вот расширили свою аудиторию и пользуются преимуществами интернета. Поэтому если у вас есть тоже какой-то опыт, какие-то знания, которыми вы готовы делиться, вот меня часто довольно спрашивают, Кира, а стоит ли сейчас заводить блог? Я считаю, что да, потому что, правда, социальный капитал — это классная штука, очень полезная, если только его использовать, конечно, с умом и людям во благо. Ну и при этом заработок в интернете, он не ограничивается, понятное дело, только развитием своего собственного блога. Для большинства людей, в принципе, может быть, и не свойственно, да, постоянно лицом на камеру светить, но при этом каждый третий молодой россиянин зарабатывает удалённо. Это вот такая вот очень интересная статистика. И получается, что одни просто берут и используют возможности, которые интернет и цифровизация дают, ну а другие либо об этих возможностях не знают, либо не понимают, как их на самом деле начать использовать. Сегодня ту же самозанятость или даже ИП можно открыть буквально за пару нажатий в телефоне. Жить в регионе, получать московскую зарплату — это теперь не мечта, это реальность для многих молодых людей. И вот дошло до того, что для поиска нормальной подработки достаточно просто зайти на биржу фриланса и поискать заказы. Ну или открыть там условные Авито и Профи.ру и разместить там своё объявление об услугах. И это работает. У нас вот не так давно на Ютубе выходил репортаж. Мы пытались найти ответ на вопрос, стоит ли сейчас переезжать в Москву и другие крупные города, чтобы получать хорошие деньги и иметь высокий уровень жизни. И мы, в общем-то, пришли к выводу, что нет, потому что именно благодаря интернету сейчас можно построить такую очень как бы классную финансовую конструкцию своей жизни, когда ты зарабатываешь деньги в интернете, в том городе, в котором ты родился, или, может быть, ты переехал из какого-то маленького города в город побольше, но не мегаполис. Ты получаешь условно там московскую зарплату, работая на крупные компании, но при этом тратишь деньги. Ты в небольшом городе, соответственно, живёшь по этим ценникам. И получается очень даже выгодно. И вот многие люди нам в комментариях тоже написали, что они именно так и живут, и на самом деле очень своей жизнью довольны. Наш репортаж про необходимость переезда в Москву или ненеобходимость, если хотите, можно посмотреть. Оставлю ссылочку в описании. Я думаю, многим будет интересно. Так что да, при желании сейчас действительно любой школьник может освоить там тот же копирайтинг, дизайн, программирование и зарабатывать больше своих же родителей, даже не выходя из дома. И родители тоже могут, если они включатся. Ну, сам по себе интернет стал сегодня местом, в котором с нуля создаются крупнейшие бизнес-проекты. Если открыть там свежий список Forbes лучших молодых предпринимателей, то буквально в 9 из 10 случаев речь идёт о проектах, которые на интернет завязаны. Ну и вывод, я думаю, тут очевиден. Если вы не хотите жить на прожиточный минимум и стремитесь зарабатывать там выше среднего, то придётся в диджитале развиваться и его узнавать. Я не предлагаю вам бежать там за микрофоном и камерой и начинать срочно записывать свой блог, хотя, возможно, это ваше. И если это ваше, то не будете попробовать. Строить бизнес в интернете с нуля тоже не рекомендую. Если у вас нет опыта ни в том, ни в другом, то, скорее всего, вас может поджидать разочарование, если вы слишком большие, быстрые надежды на это возлагаете. Я думаю, что начинать нужно с усвоения базовых навыков, потому что так вы и опыта наберёте. Сейчас можете для себя открыть сферу, которая будет не только прибыльна, но и вам по-настоящему интересна. И тут вот вы можете задать справедливый вопрос. Кира, значит, звучит всё логично и привлекательно, но с чего вообще начать и что именно делать, если до этого я никогда не соприкасался с заработком в интернете, ну а из диджитал-навыков у меня только владение Вардом и Экселем. Я знаю, что многие люди вот именно такой вопрос задают. Ну и действительно, со стороны может казаться, что вот те, кто работает в онлайне, они состоят, знаете, в каком-то секретном закрытом клубе. Но по своему опыту могу сказать, что тайн тут никаких нет. В интернете зарабатывают те, кто пробует, ошибаются, снова пробуют и находит какой-то свой путь. Не сразу. Как правило, это происходит. Я хочу, чтобы вы это понимали. Перспективных направлений много. Мы сегодня о них немножко поговорили. Но чтобы освоить даже простой копирайтинг, нужно перерыть половину интернета, там почитать статьи, посмотреть видео с мнением экспертов, найти задания для практики. Информация вся должна быть хотя бы этого года, потому что в диджитале очень быстро всё меняется, и то, что там вчера работало, сегодня уже может быть неактуально. Ну, короче говоря, это такие долгие недели или даже месяцы работы очень часто за бесплатно. Вот чтобы не растерять силы и мотивацию, я вам хочу напомнить, что вы можете воспользоваться простым и быстрым планом действий. Достаточно выделить буквально 15 минут своего времени и внимания, потому что фрилансер с 7-летним опытом работы Сергей Эль для вас подготовил 3 мини-уроков, в которых он коротко и по делу расскажет вам сразу о 5 направлениях онлайн-заработка, освоить которые сможет буквально каждый. Вы получите не только пошаговый план действий и набор инструментов для работы, но и узнаете, где искать заказы, чтобы заработать свои первые 5 тысяч рублей на удаленке и сделать это уже сегодня. Так что пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье. Если вас действительно интересует заработок в интернете и вы готовы учиться новому, то жмите на ссылочку в описании к этому ролику и проходите 3 бесплатных мини-урока по старту на удаленке. Как вы понимаете, не все потеряно, не все возможности упущены, но на всякий случай я проговорю, что всегда есть вариант оставить все, как было раньше, и ничего не делать. Это на самом деле не такой плохой вариант. Если вас устраивает нынешний уровень жизни, вы не готовы тратить время, какие-то усилия на работу над собой, на получение новых навыков, но в таком случае ждать финансовых успехов и, наверное, финансовой какой-то независимости наверное, не стоит. В лучшем случае придется ужиматься, чтобы откладывать зарплаты 15-20% на формирование капитала и забыть при этом про отдых на море, новые автомобили и даже смену старенького телефона на новый. В худшем случае, если не ужиматься и жить на полную, то в будущем вообще придется рассчитывать только на государственную пенсию. Я напомню, что ее средний размер в 2024 году составляет чуть больше 23 тысяч рублей. Ну, я думаю, что представить себе полноценную жизнь на такую сумму будет достаточно сложно. Второй вариант. Он труднее, но результаты гораздо приятнее. Придется адаптироваться и встраиваться в новую реальность. Как это сделать? Тут могу дать такой очевидный, но довольно уместный совет. Используйте те же возможности, что и молодежь, потому что интернет доступен каждому из нас в равной степени. Его можно использовать просто для развлечения, ну, а можно получать новые навыки и осваивать удаленные профессии. Сегодня, благодаря доступности информации, развитию профессиональных программ за несколько недель можно с нуля освоить даже видеомонтаж, не говоря уже про копирайтинг и дизайн. Это правда, все абсолютно возможно. И при этом не нужно бросаться на все подряд, потому что у вас просто не хватит силы и внимания на несколько направлений работы сразу. Но и пробовать только что-то одно тоже вариант не очень. Вам, может, не понравится работа там с текстами, вы разочаруетесь и полностью бросите поиск нового направления работы. Ну, в общем, пробуйте, изучайте, и вы обязательно найдете сферу, которая вам будет интересна, и которая за временем начнет вам приносить доход. Знаете, нас вот иногда немножко критикуют за то, что мы, значит, с этим своим фрилансом, да, вот людей пытаемся замотивировать, а как же вот, а там же нету каких-то миллионов, там сразу и завтра. Конечно, нет, дорогие друзья, и я хочу, чтобы вы это тоже понимали. Просто я смотрю на, как бы, интернет-профессии, на интернет-подработки и заработки, как на, правда, очень крутое окно возможностей, которое пока еще вполне себе широко открыто. И этим можно пользоваться, если у вас есть достаточно упорства, мотивации и, как бы, желания на этот путь встать. Потому что у меня есть реально очень много классных примеров. Даже ребят, которые приходили к нам в команду, это, знаете, условно, там, мамочки в декрете, которые просто решили, там, как бы, разобраться, там, с профессиями, там, СММщика, дизайнера, копирайтера того же самого. Просто, там, прошли какие-то курсы, да, одни, вторые, третьи. Потренировались, попрактиковались, взяли первые заказы за маленькие деньги, очень часто прокачались, нашли то, что у них реально хорошо получается, нашли свою нишу. Там за несколько лет стали в ней профессионалами. И сейчас вот много таких вот условно мамочек в декрете, которых я видела еще несколько лет назад, в общем-то, без навыков практически. Сейчас они работают, там, в сфере финансовой инвестиции, например, в крупных компаниях, потому что, на самом деле, крупным компаниям такие люди, как бы, с набитыми руками, со своим опытом, они им очень интересны. И они с радостью таких людей на работу берут. И это вполне, как бы, логичный путь развития карьеры. Поэтому не бойтесь, вы пробуйте, щупайте, находите свое, и, главное, будьте готовы к тому, что, да, надо прикладывать усилия, если деньги ни на кого не падают, это факт. И наш проект InvestFuture, который сейчас уже стал такой, ну, довольно большой и, наверное, заметной, да, экосистемой в нашей сфере, он тоже развивался, ну, по сути-то, на коленке, и, по большому счету, ничто не предвещало нам там какого-то развития и превращения в, ну, таких достаточно заметных, да, игроков в нашей сфере. Но вот с 2017 года я и моя команда просто каждый день потихонечку работаем, пробуем что-то новое, учимся, где-то ошибаемся, набиваем шишки, там, извиняемся за свои ошибки, идем дальше и стараемся делать действительно полезное дело для людей, на котором мы можем немножечко денег еще и зарабатывать, что, конечно же, очень приятно. Ну что, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам успехов в развитии себя и карьеры. Я надеюсь, что немножко вас смогла замотивировать, да, на примере молодежи, может быть, на таком немножко антипримере в каком-то смысле, но действительно все возможно, абсолютно все в наших руках, если мы их не опускаем. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.